Новые подробности в деле об убийстве бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена. Оказывается, один из подозреваемых, задержанный правоохранителями, на днях должен был выслушать приговор совсем по другому делу. Почему в роковой день он оказался на свободе? Репортаж Андрея Ивлева. Уголовное дело близко к развязке. О расследовании убийства 25-летнего фигуриста из Казахстана Дениса Тена на финишной прямой. Фигуранты арестованы и вовсю дают признательные показания. Улик достаточно. Подозреваемые выдали полиции вещественные доказательства. Подозреваемый Кудайбергенов в ходе проверки показаний на месте показал место, где было спрятано орудие убийства. Нож, который впоследствии был изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Как следует из материалов, на Дениса Тена напали двое. Это 24-летний Арман Кудайбергенов и 23-летний Нурал Икиясов. Оба ранее уже фигурировали в уголовных делах. На счету Армана Кудайбергенова несколько судимостей за кражи и разбой. В день убийства фигуриста он должен был явиться в суд Астаны по очередному делу о краже зеркал. За несколько дней до преступления его отпустили из изолятора под подписку о невыезде. Мне нравится свое лицо. Кадры следственного эксперимента на месте убийства. Это сообщник Кудайбергенова Нурал Икиясов. Рукой закрывает лицо, но подробно рассказывает полицейским, как произошло нападение. По его словам, он и его товарищ не собирались никого убивать. Просто били ножом наотмашь. Задержанный Икиясов уже дважды попадал в поле зрения правоохранительных органов. Был судим за кражу и вождение автомобиля в нетрезвом виде. В присутствии адвоката им даны признательные показания. И он во дворе он в изолятор временного содержания. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных действий. Гибель прославленного фигуриста, бронзового призера зимних олимпийских игр 2014 года Дениса Тена потрясла спортивный мир. Преступление вызвало огромный общественный резонанс. Спортсмен скончался в результате ножевого ранения. Нападение на Дениса Тена произошло днем 19 июля на пересечении оживленных улиц в Алма-Ате. Фигурист заметил, что двое неизвестных хотят скрутить зеркала с его припаркованного Лексуса. Денис попытался помешать злоумышленникам. Завязалась драка. Один из преступников достал нож. Лезвие задело артерию. Спортсмен потерял сознание. Потеряв больше трех литров крови, он скончался на операционном столе. Казахстан в шоке. Вслед за убийством Дениса Тена произошло еще одно похожее преступление. Ножевое ранение получил участник КВН Данияр Алимбаев. Он играл за команду «Октабе». По предварительным данным, Алимбаев стал участником потасовки ночного клуба. Во время драки он получил ранение ножом. Мужчину срочно доставили в больницу. Врачи сделали операцию и перевели Алимбаева в реанимацию. Однако ранения оказались слишком серьезными. Пострадавшему повредили артерию. Он скончался от потери крови. Троих подозреваемых задержали полицейские. Они пока не дают признательных показаний. В деле об убийстве фигуриста Дениса Тена все очевидно. Тем не менее, правоохранители решили назначить ряд экспертиз. В том числе молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. Экспертам предстоит проверить показания задержанных. По словам следователей, уже в ближайшее время материалы могут быть переданы в суд. Обвиняемым грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Андрей Ивлев, Роберт Францев, Халимат Кучмезова. Вести. Дежурная часть. Субтитры создавал DimaTorzok